Я сейчас до картинки брал. Угощайтесь. Берите, берите. Очернику попробуйте. Голубика. Очень вкусно еще. Очень вкусно, реально. Я знаю, что девочек надо с ногами, а то не простят. Спасибо. Пожалуйста. Я подумал, а каким образом начать это утро с сегодняшнего дня? А пускай она будет таким. А пускай вообще сегодня будет выходной. Не всю жизнь нам, так сказать, работать. Я всегда говорю, что периодически надо делать остановки. Так как у нас суббота и воскресенье тоже рабочий день всегда. Я думаю, пускай сегодня будет, собственно говоря, выходной. Восемь утра. Великолепная погода. И почему бы этот день сегодняшний не посвятить себе? Я думаю, что это правильное решение. Дорогие друзья и зрители. Проиграть. Девчонка прошла и такая язык показала. Дорогие друзья и зрители нашего канала, я рад вас приветствовать. С вами, как обычно, Дмитрий Александрович, консультант по подбору недвижимости в этом великолепном городе, городе Сочи. Кто-то уже попарился в сауне, а кто-то уже скупался на море. Несмотря на то, что сегодня у нас восемь утра. Восемь утра, все уже полным ходом. Красота. Лето пришло в Сочи. Сегодня очень жаркий день, пишут 25 градусов, значит, будет у нас все 28. Очень красиво, атмосферно. Поэтому нужно тоже повторить сейчас это за ребенком, я так думаю. Вот я ломаю голову, что сделать? Ну, позавтракать, понятное дело. А потом, куда съездить? Съездить ли? Может быть, в Новолищенское ущелье? Вы знаете, я там был массу раз, но никогда я там не парился в бане. Может быть, вечерком съездить в Новолищенское ущелье и попариться в бане? В принципе, там интересная история. Пускай, жить в Сочи и не скупаться в Новолищенке, это, конечно. Кстати, я вам напоминаю, дорогие друзья, что это у нас лучезарный резорт, где я вынуждена, просто, ну вот прям вынуждена, реально, давайте, глаза вам посмотрю. Где я реально просто вынуждена, дорогие друзья. Кстати, семья, всем привет, это Сочи Краснодарский город. Это я прям вынужден здесь, как бы, пребываю уже второй месяц. Ну, что значит пребываю? Вчера я приехал в 12 с работы, обычно я приезжаю в 11, иногда в 10, ну, обычно после 10. После 10, как бы, когда пробок нет, потому что перевал уже начинает потихоньку стоять, пробки. Я вам напоминаю, что наши подписчики здесь продают несколько апартаментов с ремонтом, уже готовые в первом корпусе, в четвертом, в девятом, и цены начинаются от 18 миллионов рублей. А застройщик продает на стадии строительства от 17, там, с копейками, фактически почти тоже 18 миллионов рублей, но это еще стадия стройки. Есть, значит, у нас 4 звезды, и вот строится у нас за моей спиной 5 звезд, которые, собственно говоря, абсолютно скоро будут уже построены, со собственным бассейном и так далее. Это крутое, на самом деле, место, очень хорошая локация, прямо около моря. Сами видите, качает оно прямо по аренде, серьезно. На сегодняшний день номер стоит обычный, самый маленький, там, 17 квадратных метров, плюс балкончик, стоит сейчас 9 тысяч рублей. Летом от 15, и все уже совсем занято. Это самый минимальный номер на 2 человека. Там, фактически, кроме кровати, и там, маленького столика покушать, и маленькой ванной, ничего нету. И вот так вот востребована вся эта история. Ну, сегодня не об этом. Сегодня, собственно говоря, об отдыхе, что нужно делать в остановке и отдыхать. А так, конечно, на самом деле, место Прада прекрасно. Екатерина Андреевна скоро закончит ремонт уже, и, соответственно, скажет, что, Дмитрий Александрович, можешь как бы возвращаться. Да, весь ремонт был передан в бразды ее управления, и, собственно говоря, она его приняла, поэтому жду, собственно, сдачи. Мне вообще, если честно. Глобально. Без разницы, что она там натворит. Главное, чтобы ей нравилось. Так, ну что, пройдемся на море. В последнее время, как и всегда, собственно, к большому сожалению, что-то получается очень и очень мало спать. А когда мало спит человек в возрасте, в возрасте, дорогие друзья, потом себя специфически чувствует. Вот я, видите, даже сейчас, вроде все нормально. Не пью, не курю, но при этом, знаете, разбитый. Весь разбитый. Поэтому, как себя взбодрить? Я уже два месяца купаюсь. Два месяца купаюсь, и всем вам советую. Если, возможно, такая есть, в проруби можно там. Не обязательно. Сейчас я сниму здесь микрофон на море. Можно и в проруби. Сейчас, дорогие друзья, секундочку. Вам придется потерпеть, как Дмитрий Александрович одну минутку скупается. Все, микрофон оставил. Пошел займусь своими дивами. Так. Подписывайтесь, смотрите. Пошел займусь своими дивами. Похze. Какova. Какой? Пошел займусь. Продолжение следует... 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 то есть схема работает однозначно так ну что теперь скупаемся ну что скупаемся здесь можно полноценно поплавать реально здесь можно полноценно поплавать до сих пор а 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 ну что дорогие друзья дмитрий александрович прибыл время пол пятого вечера эта парковка смотрите набираете в яндексе новоличинского ущелья и он вас сюда приведет вы знаете не заблудитесь абсолютно вот парковка написано что она платная 100 рублей но на самом деле на самом деле пока что открыта никто за это деньги не берет ну по крайней мере пока летом не знаю что будет летом идет подготовительный сезон вот прям знаете обязательно не только к посещению это место не только посещению а именно вы должны обязательно приехать сюда в баню тем более если вы вот прям банщики любите всю эту историю если по левую руку сейчас поднимается там туалета аккуратненько сразу при входе идет подготовка видеть там красят стульчики и так далее очень приводит в порядок территорию к сезону да потому что очень скоро очень скоро здесь появится масса туристов просто масса туристов смотрите какая красота у нас а красота красота да и только здесь работать будет ресторанчик здесь масса беседок очень много беседочек сейчас это тоже можно шашлычки все дела они кстати вот некоторые из них заняты можете посмотреть здесь беседочки там дальше беседочки то есть и здесь тенечек понимаете даже если когда будет нереальная жара прям нереально нереальная жара вы здесь всегда спрячетесь даже вот прям летом приедете сюда и кайфанете потому что по другому не бывает согласен 100 процентов обнял сочи красотский край видите все как любят на сочи а это у нас здесь диджей вечерами наяривает так сказать но это все естественно выходные дни когда масса народа ну а летом всегда здесь будет масса народа я вас уверяю поэтому обязательно посещайте это крутое место был здесь массу раз за эти три года что проживаю но в баню приехал впервые впервые приехал в баню поэтому идем собственно говоря тысяча рублей на сегодня стоит баня со взрослого человека по меркам сочи наверное это копейки вот здесь тоже такая беседочка можно посидеть прям с видом на речку в общем короче такое достаточно атмосферное место у меня любой отдых он всегда активный постоянно всегда активный отдых никогда не бывает такого что дмитрий Александрович там сел лежал так сказать смотрел кино или может быть там попивал пивчанское нет такого не бывает с карамелькой за щекой я все время или брожу по лесу или куда-то еду и все больше и больше мне с возрастом хочется узнавать все новое и новое пробовать и пробовать можно было бы допустим сегодня весь день пролежать на собственно говоря лежаке потому что погода позволяла погода была хорошая но тем не менее все равно мы приняли решение посетить это место которое мы неоднократно посещали в том числе и вместе с маме приходи вот кстати написано купание собак запрещено а Маня здесь как бы купался вы сами знаете но мы не здесь не в этом месте прям у меня как всегда с собой еда не в этом месте а мы как бы уходили туда подальше с ним и там собственно говоря уже проводили время и нас собственно говоря ну там не было видно на противоположной стороне тоже беседочки есть определенные и многие ребята сейчас пока что лежаки пока что лежаки на сегодня они бесплатные потом не знаю что будет но на сегодня можно на лежаках расположиться просто так вот взять свои шмотки пристроить и чтоб они здесь находились и вот посмотрите плавает рыба вот смотрите красота какая плавает рыба дорогие друзья просто кайф многие поднимаются туда и оттуда прям прыгают ногами вперед или головой вперед в общем кому как комфортно у кого какие собственно говоря есть навыки очень круто очень все круто атмосфера нереальная вода посмотрите какая бирюзовая но без цветокоррекции вы же понимаете что никакую цветокоррекцию я никогда не делаю ой рыбы сколько посмотрите красота поэтому посещение этого места делюсь от души отрываю Новорищенское ущелье пожалуйста приезжайте кайфуйте тысячу рублей наслаждение получите просто немеренно еще потом попозже наверно а что попозже могу прямо сейчас подняться туда из того ракурса вам тоже покажу как это все выглядит а потом уже пойду в баню чтобы не отвлекаться на все эти вещи можно подняться здесь чуть повыше но мы не будем сейчас отойдет почему у меня рюкзак потому что с собой впереди сумка здесь рюкзак я же все время в рабочем процессе вот прямо отсюда ребята разбегается некоторые умудряются короче проплыть там или перейти проплывает отсюда проплывает туда смотрите рыбушка смотрите какая крупняк смотрите это уже крупняк смотрите какой это уже не шутки это уже не малек видели какая форель посмотрите красота просто бомбела Красота, ребята Просто балдеж Вот, и многие люди Каким-то образом еще туда пробираются Там, ну не знаю как И вот туда же доходят И там даже рыбу стоят ловят Я видел, как рыбаки некоторые туда проходили и рыбу ловили там Представляете, надо как-нибудь туда пробраться Но это, конечно, не с оборудованием надо делать Вот, а потом после баньки Сейчас, если уж море, вода прохладно То здесь-то, я думаю, вообще кайф Вот, поэтому я за активный образ Отдыха однозначно Ну не знаю, не мое это лежать на диване Вот это все просто Значит, пиво, кино, чипсы Это все не мое Жизнь короткая штука, я это знаю Просто знаю это, как никто другой Вот, проходит как один день, как вот у бабочки Собственно говоря, поэтому чем больше познать Тем лучше И еще раз говорю, с каждым годом я все больше и больше Люблю вот именно активный отдых и посещение новых и новых мест То есть, если раньше мне понравилось одно место Я все больше туда и туда ездил Сейчас я хочу ездить в разные места И вот все думаю Ну я же был сколько раз здесь Но ни разу не принимал бани Не ходил в баню Время пришло Пора Пора, дорогие друзья Поэтому вот Я никого не жду Знаете, никого не зову Никакую компанию не жду Погнали Значит погнали Все Самостоятельно Кто-то едет Поехали Нет, нет Мне никто не нужен Я сам себя отлично чувствую Красота Просто красота Обязательно как-нибудь приду И постараюсь каким-то образом туда добраться Попробую Попробую Очень интересно Очень интересно О, как мило Как это все мило Господа Вот Можно туда тоже забраться Все Вот такой красотой я с вами поделился Потому что это прям нереально Есть еще у нас Белые скалы В сторону, когда красная воля ехать А я поехал в сторону хлебороба А есть как раз Белые скалы Ну там такой тяжелый спуск Ребят Я не знаю Я в том году спускался И поклялся Больше никогда не спускаться Это было летом Жару Может быть Я через неделю туда доберусь Но я говорю Что больше не пойду Но может быть схожу туда И попробую там искупаться Ну Вау Здесь тоже какая крупняк Вау Вау Прям крупно Ребята Прям очень крупно Я вам честно говорю Как бы Вы на экране не видите Но она реально крупная Крупная То есть я думаю Здесь только малявки Какие-то плавают Не крупняк Ничего конкретно Ну вот такая вот история Все Я как бы Время 5 Закрывается все По-моему Летом в 9 По-моему В летний период По-моему в 9 Все закрывается Сейчас вам покажу Еще раз правила И я пойду Здесь переделаться можно Что я сейчас и сделал Я кстати шлепаться забыл Думаю Что я забыл А забыл Я шлепнуться Как обычно Собственно говоря Соберешься в баню Что-нибудь забудешь Да Значит Посещение Часы Ну тут написано До 19 На самом деле По-моему нет По-моему По-моему Работает все это больше А баня до 7 А баня до 7 Работает До 7 баня А это общая территория До 9 До 10 А все Баня всегда до 7 А летом до 8 Ну в общем сейчас Баня до 7 А летом до 8 Типа сейчас Как бы типа не лето Да Хотя уже как бы лето Ну все Никого нет Вы видите Красота Да и только Дмитрий Александрович Поэтому сейчас Берет Переодевает Плавочки Плавочки то Я надеюсь Я не забыл Вот еду я точно Не забыл И все И погнали Обнял Я сейчас до картинки брал Угощайтесь Да Пожалуйста Берите Берите Очернику попробую Голубика Очень вкусно Еще Очень вкусно Реально Так Все Красота Да Ну я там На рынке Знаю местечко В Хосте Там отборно Угощать Да Ну я в Каштанах Живу Да Ну около реки А не около реки Ну который ближе К уже к выезду И сходства Не ярмарка выходного дня А который постоянно работает Да Попробуйте Да Там сейчас они Так друзья Ну что я уже скупался Я уже скупался Я говорю ребятам угощайтесь Я уже скупался И поэтому Ребятам говорю угощайтесь Поэтому как бы Я уже попарился Кайфанул Посмотрите на меня Я уже приготовился Как положено Собственно говоря Сейчас будем еще париться Только захочешь Это во мне сауна Только заходишь И все И прям буквально Там я не знаю Ну сколько Ну наверное Две минуты максимум И уже ты весь такой Влажный Такой чувствуешь Что ты паришься Понимаете В сауне Сидишь-сидишь-сидишь-сидишь-сидишь-сидишь Все сутками Понимаете И ничего не проходит Поэтому как бы Кайф Сейчас еще Парилочка Ну ты сколько можно уже Не лето же Не лето же Надо как-то это Блин Шлепанцы Не забывайте Шлепанцы Виталий Александрович Забыл шлепки Поэтому Вы обязательно Не забудьте Сейчас Так Ну ладно Я пойду париться Поэтому В качестве Так сказать Доказательств Что был прием Что был прием Ван Даже Я готов даже для вас Без подтверждения Так сказать Без бани Даже это сделать Это надо делать после бани Но я Микрофон падает Прошу прощения Это надо делать после бани Но я готов для вас Это продемонстрировать Без бани Друзья Потом побегу Я вам точно говорю Что я уже купался Прошу прощения ты вообще не греешься ты покупаешься вообще все купаешься купаешься дети таким спортом да каким как видно у тебя такие мы это грудь мышцы так и разве это реально видно красава вот ребята спор на первом месте обнял все пойду по рилочку снимать ему там уже темно и плюс как бы народом неудобно вот какой смотрите еще здесь домик вот такая красота так все я пошел баньку пошел в баньку кайф просто кайф просто по кайфушечки обязательно приезжайте обязательно вот такие у меня выходные других выходных я не знаю другие выходные меня не интересуют только такие как и говорю это сочи краснодарская не хватает шампанского девчонок я говорю мужики мы же в бане такой лечебный настоящий натуральным обнял хочу обнял дорогие друзья в принципе все наверно на этом чего будучи делать на камеру есть я знаю где продается офигенная голубика вкуснейшая поэтому будете в кости я вам скажу где она находится и у вас будет возможность ее просто-напросто покушать я вам покажу где продается люди тоже приходят фотографироваться ваши места красивые все тоже фотографии что делать конечно пофоткать вас можете включить сразу чтобы это это я могу давайте давайте так я знаю девочки нас ногами а то не простят спасибо пожалуйста дорогие друзья мой выходной подходит концу на этом я думаю стоит подытожить на самом деле малыш забрался посмотрите на этом я думаю и стоит подытожить хотя знаете здесь прикольно даже летом разговаривал с ребятами которые постоянно посещают они говорят что ну летом на море понятное дело жарко здесь приходишь и как бы кайф то есть вот с мужчиной разговаривал с этим он говорит да я на море не хожу где там жарко здесь прям кайфово конкретно так что вот такой вот выходной активный отдых новые места следующий раз попробую набраться смелости и еще раз сходить на белый скал но там спускаться туда реально мучение вот прям спускаешься туда просто мучение я сегодня уже четыре раза или пять попарился сейчас еще схожу попарюсь и уже поеду домой просто я вот в очередной раз убедился думаю жалей только об одном что раньше не переехал жить в сочи не важно где вы работаете кем вы работаете сколько у вас финансов какие у вас возможности это в принципе доступно это в принципе доступно то есть приехать попариться там не знаю раз в месяц потратить тысячу рублей это как бы доступно и возможно такая красота очень круто очень круто вот такой вот у меня собственно говоря выходной день и всегда у меня такие выходные дни так что мы за активно и домашний чаще и тогда надо выпить домашний чаще и тогда вообще все будет хорошо вообще все будет великолепно поэтому всем счастья здоровья любви не забывайте пожалуйста что по ремонту к нам по строительству к нам по доверительному управлению к нам и конечно же за покупкой хороших объектом недвижимости с лучшими скидками это тоже к нам ну и приезжайте просто отдыхать я вам покажу хорошие места я вас всех обнял говорю всем пока пока